Корабейники с угощениями, красные девицы с петушками-леденцами, добрые молодцы, готовые к испытаниям на силу и выносливость. Добрая традиция широко праздновать Масленицу сохранилась у нас в Древней Руси. Поэтому в парках, скверах, школах и дворах организаторы стараются воплотить ту атмосферу проводов зимы. Например, во дворе литературного музея Дом Языковых водили хороводы, пели народные песни, перетягивали канаты, устраивали кулачные бои. Пыл и игрушечный базар для детей. По горам катаются, а блины запекаются, а блинам печенье, совратам моченье. Раз, два, три, пекись! Без блинов никуда. Главным символом Масленичной недели угощали и взрослых, и детей. Можно было отведать пирогов, сладостей и ароматного чая. По моему расчету, сегодня где-то у нас присутствует около полтора тысячи населения. Тут организованы торговые точки, общепит работает, катание на лошадях, на аттракционах, концертные мероприятия. На Масленицу народ хотел не только наезд соблинов, но и развлечься. Поэтому придумали разные забавы, рукопашные бои и перетягивание каната. И шуточные страсти развернулись в парке молодежном. Сотни зрителей собрал конкурс силачей по подъему прудовой гири и состязания по покорению столба. Давай! 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 Также за развлечения в парках были ответственны танцевальные и вокальные коллективы. Работали аттракционы, горки, можно было покататься на лошадях. Мы только с семьей, мы с большим своим составом везде пытаемся проводить мероприятия вместе. Все поколения задействованы с младших возрастов и до старшего поколения. И большое количество людей это радует, что все-таки люди радуются, люди веселятся. Это сплочает народ. Ну и кульминацией праздника стало сожжение чучела-масленицы. Таким образом, наши предки прогоняли зиму и приветствовали весну. Вместе с зимой символически сгорало все старое и ветхое. Наступало время перемен и обновления. Анна Тищенко, Управда ТВ